Девушки отдыхают Эфир из дома Да, кто не узнал о нас в этих декорациях, напомню, вы смотрите детскую информационную службу «Вара новостей» Из дома вещает Аня Шакова И Никита Буров Все сюжеты сняли до карантина, так что не удивляйтесь Сегодня в выпуске О чем мечтают школьники? О каких вкусняшках? Кто такой Тюлькин? И как танцуют в городе Сибай? Все это и намного больше в горе новостей Так что смотри и не переключайся На календаре уже 8 апреля 8 апреля 1722 года Под указом Петра I началось регулярное наблюдение за погодой Я теперь тоже регулярно наблюдаю за погодой Правда, из окна своей комнаты На улице вроде ничего, тепло Кстати, начиная именно с того самого 1723 года В этом году была самая теплая зима Не знаю, связана ли такая аномальная погода с нашим сидением дома Об этом остается лишь догадываться Но одно я могу сказать точно Пока в такую теплую весну мы сидим дома На лето продолжаем строить грандиозные планы В рамках проекта «Вело Раша» сеть всероссийских веломаршрутов Прошла презентация веломаршрутов по Башкортостану А у нас есть где покататься И, кстати, природу Башкортостана часто сравнивают с природой Швейцарии Башкортостан, безусловно, вызывает огромный интерес в рамках всей России Мы пока малоизвестный регион в плане туризма И нужно много работать, чтобы это исправить А пока наш ежедневный маршрут – это диван, кровать, холодильник, ну и, разумеется, компьютер Да уж, что есть, то есть Поэтому давайте посмотрим сюжет о том, что делают наши коллеги в режиме самоизоляции Всем привет, ребят! И сегодня я покажу, что я делаю во время карантина Поехали! Итак, во-первых, из-за того, что я очень люблю заниматься музыкой А у меня появилось очень много свободного времени Я играю и разучиваю новые песни на барабанах и не только Поэтому мне всё помогает вот этот мой пушистый друг Потому что мои настоящие друзья, к сожалению, сейчас от меня далеко Вот, поэтому Предлагаю переместиться в ещё одно место Где я больше всего провожу времени на карантине Второе место, где я провожу весь свой карантин Это беседка Здесь очень легко дышится и размышляется ощущение, что ты вообще не на карантине Поэтому я беру любимую книгу, чай, кофе, иногда смотрю здесь сериал И просто отдыхаю Как вам наша такая регулярная рубрика? Оказывается, дома можно найти много всего интересного Ну, если постараться А мы постараемся рассказать вам самые свежие новости И наша задача не повторяться с другими каналами и информационными передачами Уроженка Башкирия Яна Клявиня выиграла проект Ну-ка все вместе и 1 миллион рублей Я думаю, этот проект все смотрели Ведь сейчас телевизор востребован как никогда Девушка родилась в городе Октябрьском, а позднее эмигрировала в Европу Отсюда и такая необычная для нашего региона фамилия Вот только как раз таки хотел спросить Девушка поблагодарила сотню проекта, зрителей и поклонников Также она сказала, что с такими конкурентами выиграть было совсем непросто Раньше девушка уже представляла Республику Башкортостан в таких телевизионных проектах Как, например, Хелло, Ермола Там она выступала под псевдонимом Канила А прямо сейчас посмотрим сюжет о музее, в который я пойду первым делом после такой сложной обстановки В Уфе во все времена было много талантливых людей В этом доме жил и работал Александр Эрастович Сюлькин Сейчас в этом здании расположился музей Гора новостей в бывшем доме художника Это деревянный одноэтажный дом, построенный в начале прошлого века Сейчас это памятник культуры и архитектуры Остались предметы быта, мебель, которыми пользовался сам художник Кот, конечно, хозяина дома не застал Он пришел сюда несколько лет назад и остался Теперь местная достопримечательность В экспозициях музея не только живопись с самого Тюлькина Сюда приезжают крутые работы из других музеев Сейчас в этих стенах вгостит живопись из северной столицы Сейчас все стены завешаны работами питерского художника Константина Станиславовича Кузема В основном он изображает хмурый Санкт-Петербург Удивительно, что красками, которые есть у любого школьника Можно создавать такие тонкие и атмосферные работы Если пейзажи у этого автора достаточно сдержаны по световой гамме То натюрморты написаны максимально вкусно Аквариальные краски – это, пожалуй, самый популярный материал Среди художников разного уровня подготовки Несмотря на свою простоту, им можно создавать вот такие вот шедевры Вдохновились? Лада Гелева, Рамазан Мусин Специально для Горы Новостей Лада, спасибо Этот сюжет мы сняли в последний день работы музеев Если честно, раньше я не был любителем музеев Но зато сейчас интересно нахожу это занятие Кстати, если вы думаете, что сейчас только и можно, что совершать виртуальные прогулки по музеям То вы ошибаетесь С 15 апреля по 25 мая в Москве пройдет пригласительный этап Всероссийской Олимпиады школьников Для кого она? И, кстати, за время пребывания дома я, кажется, подтянул математику Если честно, мама заставила Тогда все с тобой понятно Олимпиада пройдет для учеников с 4 по 10 класс Причем предметы можно выбрать самые разные Если участник выступит хорошо, организаторы хотят пригласить его на муниципальный этап в следующем учебном году А пригласительный этап будет проходить дистанционно Так что готовиться можно уже сейчас Да, есть специальные ресурсы, где публикуют задания и их решения прошлых лет Также там есть видеоразборы Прикольно Да, согласна А теперь я предлагаю посмотреть сюжет, который был актуален до недавнего времени Автоматы в школах Башкортостана Это крутая идея, продиктованная временем Или зло, портящее наше здоровье Где правда и как ее достать? Проведем собственное расследование Например, в технологичной Японии огромное разнообразие торговых автоматов И подчас в них продаются совершенно неожиданные вещи В автоматах продаются соки, супы, очищенные и нарезанные свежие яблоки, мороженое и сладости Есть автоматы, где продается лапша быстрого приготовления А внутри автомата заливается кипяток И через три минуты она готова к употреблению Пока таким мы не можем похвастаться Наши автоматы умеют выдавать преимущественно только шоколадки и газировку Так надо ли их ставить в школах? Автоматы в школах – это очень продвинутая идея Иногда на уроках хочется чего-нибудь сладенького А в столовой этого не продают Очень крутая идея, ну это потому что кто-то быстро хочет, быстрее, быстрее купить, что-то поесть, перекусить Мне кажется, что автоматы с едой в школе нужны, но еда должна быть правильной Лично для меня это будет очень удобно, но не очень удобно для первоклассников и вообще для младшей школы Потому что они маленькие, они не могут себя контролировать и будут очень много есть сладкого Не очень хорошо, потому что, по моему мнению, все школьники будут на протяжении учебного дня кушать только сладости и пить газировку, что не очень хорошо В Министерстве образования высказали такую мысль, что наличие торговых автоматов в образовательных организациях считается недопустивым Так как это перебивает аппетит у детей и приводит к снижению охвата здоровым горячим питанием С этого года много сил приложено, чтобы обеспечить нас, школьников, вкусной и полезной едой в стенах школы Мой коллега Никита во время второго форума школьного образования «Взлетай» задался вопросом о том, что, а главное, как едят в школах Что самое вкусное у тебя бывает в столовой? Мне больше всего нравятся, наверное, котлеты и макароны Блинчики, борщ У меня самое вкусное в столовой – это булочки с сахаром На втором форуме школьного образования «Взлетай» обсуждаются самые актуальные вопросы сохранения и улучшения здоровья подрастающего поколения Создание психологически комфортной среды для обучения и воспитания нас Сейчас единые стандарты организации питания разосланы во все города и села Башкортостана Эти строгие правила должны быть применены на местах И по идее суп в любой эфирской школе и в школе села Старо Супхангулова должны быть абсолютно идентичными Разработано 20-дневное меню, в котором блюда не повторяются Поэтому необходимость установки подобных чудо-машин не должна возникать Как вы относитесь к реформе школьного питания? Вопросов-то много, но я думаю, что все движения только к лучшему Лично моя дочка никогда не жалуется, с каждым разом только лучше впечатление И как моя дочка, как обрезанную по поводу питания, но она довольна То установка автоматов с едой будет приветствоваться лишь в том случае, когда их содержимое в корне поменяется С калорийных шоколадок на полезные лакомства Фрукты, йогурты, творожки и прочее Но пока операторы торговых автоматов не готовы менять в корне в свой ассортимент Говорят, что им экономически не выгоден такой переход Ты то, что ты ешь А чем вы себя кормите? Калорийность и энергетическая ценность продуктов крайне важна Молодой организм тратит много сил и энергии в процессе умственных и физических нагрузок Грамотное питание обеспечит вас энергией для учебы и крепкого здоровья А вредные продукты, наоборот, могут ухудшить состояние Настя Бурмистрова, Дан Гамитов, специально для Горы новостей Настя, спасибо! Сейчас это кажется не таким важным Но когда все вернется в привычный ритм, оно будет важным Кстати, как вам такой режим работы по удаленке? Я сама окрасилась и делала прическу Как вам? Не вижу разницы Почему-то я даже не удивляюсь такому ответу, Никита Зато я знаю, как удивить телезрителей Сюжет с массовым мероприятием из Сибая Но не переживайте, его снимали до карантина Всем привет! Я вас сегодня познакомлю с одной очень интересной девочкой Ее зовут Камилла Ого, сколько грамот! Это все твои? Да, это все мои Здесь мои грамоты за отличную учебу, за мой талант Есть танцевальный конкурс там, где я участвовала в Сибая И заняла лауреат третьего степени на крыльях танцах Мне больше нравятся башкирские танцы Они такие плавные, красивые и эмоциональные А ты сможешь показать мне те движения, которые я смогу повторить? Да, есть такие движения, пойдем покажу Вот это первая позиция Вот это вторая позиция А вот это вот третья Вот это вот вторая А вот это вот третья И раз Еще Вместе можно и сделать слева Но справа легче Камила, как это оказывается сложно И совмещать и руки, и ноги Так еще и корпус держать Это только поначалу так трудно, кажется А потом это так легко Знаешь? И кстати, у тебя даже неплохо получается Это все новости на сегодня в нашем эфире Как вам наша такая домашняя работа? Пишите нам отзывы, это очень важно А с новостями дня тебя ознакомили Аню Шаковой И Никита Гуров Включай нас каждый день и будьте здоровы Пока-пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok